Необычную работу выполняли руководители управляющей компании ЛГЖТ. Они заняли места операторов единой диспетчерской службы ЖКХ и в течение часа принимали звонки от жителей городского округа Люберцы. Какие заявки успели обработать временные диспетчеры, узнала наша съемочная группа. У вас номер квартиры, скажите, пожалуйста. 74. Да, какой этаж есть. В квартире многоэтажки протекает кровля. На пульт единой диспетчерской службы поступает звонок от жителя. Оператор, а он же генеральный директор управляющей компании, обслуживающий дом заявителя, обещает помочь. Сейчас немедленно передадим и разберемся. Сегодня же решим вопрос. Разбираться приходится не только со своими домами. В службу поступает обращение почти по всему жилому фонду городского округа. Информацию оперативно передают в управляющие организации, заключившие договоры с компанией ЛГЖТ и отслеживают выполнение просьбы жителей. У нас прямой выход на руководители, не только руководители управляющей компании. Есть у нас выход и на руководители подрядных организаций, которые обслуживают данный жилой фонд, данную управляющую компанию. Номер легкий, доступный, ожидание минуты. Это номер бесплатный, с любого телефона звоните, за это деньги не взимаются. Подобной роли Мамед Азизов не впервые. Раз в месяц он лично принимает звонки от жителей. На этот раз к нему присоединились коллеги. Главная цель – понять изнутри, как работает система. И самое главное – узнать, какие вопросы беспокоят жителей. Доброе утро. Единая диспетчерская служба. Главный инженер ОЛГЖТ Харламов Руслан Физельевич. Слушаю вас. Единая диспетчерская служба ЖКХ работает круглосуточно. В дневное время звонки принимают 8 операторов. В ночное – два. За неделю они обрабатывают до 5000 обращений. У нас есть заявки, которые поступают с добродела. То есть у нас прямая связь с администрацией. Администрация заносит также в нашу систему заявки с добродела. И они автоматически попадают напрямую в управляющую компанию. Люберцы первые в Московской области, где появилась такая система. Сегодня этому примеру последовали многие округа столичного региона. Единые диспетчерские службы ЖКХ открываются в крупных муниципалитетах. Уизей Гязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.